Ну, здравствуйте, мое дорогое интеллектуальное меньшинство! Это инфоподборка, и я знаю, к кому я обращаюсь, потому что осилить это видео не то, что до середины, а где-то вот там на первых фразах не отключиться, не то, чтобы уже говорить, чтобы досидеть до конца и понять, о чём мы здесь будем разговаривать, осилит это, конечно, далеко не все. Может быть, это и прекрасно, но несмотря на то, что будем сегодня о более сложных вещах каких-то говорить, я не считаю, что источники информации должны быть какими-то скучными, нудными. То, что хороший источник, хороший лектор, хорошая книга, они могут быть также интересными и занимательными. И начнём давайте сегодня с Татьяны Черниговской, потому что в комментариях к предыдущему видео инфоподборки, которая была достаточно давно, I'm sorry for that, несколько человек упомянули Татьяну Черниговскую как источник информации о мозге. И действительно, я точно так же, как и вы, смотрела и периодически смотрю её лекции. Мне нравится её ход, её мыслей. И вопросы, которые она задает, могут оказаться очень простыми. Если у человека нет какого-то бэкграунда, даже на очень таком базовом уровне, знания о том, как устроен мозг, о том, как мы на что реагируем, какие были последние десятилетия, может быть, там, 50 лет назад, и ближе-ближе к сегодняшнему дню были проведены исследования, о чём они говорят. Говорят они о том, что очень часто мы неправильно себя видим, не то чтобы себя как личность, а просто себя как людей, как часть общества, неправильно воспринимаем наше общество. И тут я подвожу к серии книг Андрея Курпатова. Сейчас многие такие прям в шоке. О, боже, доктор Курпатов. Это совсем другая история. И если вы слышали о книгах «Красная таблетка», «Чертоги, разума и троица», то вы понимаете уже, о чём я говорю. Реально очень рекомендую их прочитать. Это научпоп, всё очень простым языком, всё невероятно доходчиво. Если у вас есть какая-то подготовка, вы хотя бы смотрели какие-то лекции Дубынина, про которые я вам говорила в прошлый раз, вы смотрели Черниговскую, вы что-то читали, Сапольский, например, для вас тоже не пустой звук, то для вас много информации будет ложиться проще и легче, потому что все те примеры, какие-то тесты, какие-то исследования, которые Курпат в книгах приводит, они, в принципе, известны. Но что-то, естественно, я там узнала впервые. И прелесть в том, что он начинает с того, что надо убить в себе идиота. Дальше он рассказывает, каково это, что есть идиот, вот это понимание самих себе, которое нас же ограничивает от того, чтобы что-то другое себе понять. Другое в плане того, что реальное, потому что часто можно от людей услышать, что не могут себя замотивировать, а чем мне по жизни заниматься, а кто я, вот это я делаю, мне не нравится, а что же мне делать, а надо ли мне вот это, или мне это не надо. Ну, люди сами себя не знают, они знают только какую-то социальную аватарку, которую они себя представляют в глазах других людей, они стараются или не стараются ей соответствовать. И она же является их тюрьмой в определенном смысле, и в этом, в общем-то, нет ничего плохого, если человек счастлив, если он доволен. Если вы чем-то недовольны, если чувствуете, у вас есть какое-то такое, хочется чего-то большего, хочется больше как-то информации понять, действительно вам нужно больше информации, и очень многое встает на свои места. Сейчас все книги уже доступны в электронном формате, так как я живу не в России, мне было гораздо проще и быстрее заказывать их в электронном формате, пришлось подождать немножко троицу. Но если вы вот так вот первый раз сейчас об этом услышали, для вас это что-то непонятное, вы как-то не готовы к этому сразу, у Курбатова есть канал на YouTube, он лекции из своей Академии Смысла выкладывает, но на самом деле, если вы книжки не читали, то может быть что-то будет непонятное, но лекции могут вас заинтересовать. И первое, с чего бы я вам вообще вот всем, даже тех, кого не интересует ни тема мозга, ни тема развития, просто хочется чего-нибудь какого-нибудь там развлекала, у него есть отличное видео, где он разбирает современные сериалы. Ссылку я оставлю внизу, вот это видео, оно прям крутое, такое может быть входное как раз в тему. И там он говорит, или может в каком-то другом видео, но смысл в том, что если у вас интеллектуальный вот этот аппарат развит достаточно, вы можете у себя удерживать достаточное количество интеллектуальных объектов, и они у вас не просто как теннисный шарик такой пустой, там внутри ничего нет, он легкий. Когда вы набиваете этот шарик, например, металлическими тяжелыми шариками, он уже становится тяжелым, то есть у вас интеллектуальный объект уже там тяжелый, вы можете их раскрывать. Мне более интересно видеть взаимосвязи между людьми и между ситуациями, и тогда, когда вы смотрите сериал, вы читаете книгу, вы смотрите фильм, вы общаетесь с другими людьми, для вас это по-другому. То есть тупость просмотра каких-то сериалов, она только в том, что иногда сериалы смотрят тупые люди. Вот если человек туповат, то он как бы все тупо воспринимает. Сейчас скажу такую фразу, уберите детей от экрана. Михаил Литвак, я к нему ходила на тренинги, и вот он говорил, что у дураков даже секс дурацкий, и в этом что-то есть, и все зависит от уровня. И давайте не будем думать, что я кого-то там обзываю, а кого-то нет, я как бы дурочка по сравнению с кем-то, это однозначно в каких-то вещах. Просто какие-то вещи для меня имеют больший вес, они для меня интересны, я в них развиваюсь, а в другом я не развиваюсь, мне это неинтересно. Если вы мне начнете рассказывать про черные дыры, про космос, про материю, но вот про ленту Мёбиуса мне нравится. Про ленту Мёбиуса можете мне рассказывать, потому что это забавно, когда вы ее разрезаете, там два кольца получаются. Но далеко не все могу понять, и мне кажется, тоже тут должна быть какая-то честность, сказать, что вот это мне интересно, это я хочу, и я вот на это готов там потратить готовую часть своей жизни, и на все остальное мне просто неинтересно. И вот этот вопрос тоже был, как все успевать, как успевать больше. Вам не надо все успевать, и вам не надо успевать больше. Вам надо успеть то, что имеет значение, а вот как определить то, что имеет значение. Вот здесь вам понадобится много информации. Тоже реально вот эти, ну, последняя тема, то, что я, наверное, вот из прочитанного, такой был большой объем массив информации, это вот эти как раз три книжки, и последняя вышла как раз в августе, по-моему. И после них у меня прям в мозге была такая перезагрузка. То есть важно в голову положить достаточное количество информации, и она там обрабатывается, и потом вам выдаётся какой-то эффект. И причём это происходит совершенно самостоятельно, без дополнительной мотивации. Вам не нужно не ходить на какой тренинг, вам не надо себя заставлять, вам не надо будет думать, вот это мне надо, а вот я не хочу, а вот мне надо было вот это сделать, а вот это было бы лучше, ну что же я не делаю. Этого тоже всего не будет. Если у вас это происходит, значит в голове недостаточно информации по каким-то темам. И, например, информации может быть недостаточно по теме бьюти. И вот канал, про который я вам немножко как бы так рассказывала, но не отдельно, то, что я его смотрю, это Тринни. Когда она встречается с какими-то людьми, вот доктор Асиба я выкладывала вам в Телеграм, очень интересно, и она Шабира очень часто к себе приглашает, это тот, кто с Victoria's Health и Garden of Wisdom. Это бренд, который схож чем-то с The Ordinary и вот Энки Лист, которых тоже скопировали, но Garden of Wisdom, он существует достаточно давно, там тоже недорогие средства, просто они продаются вот на сайте Victoria's Health. Я не уверена, что у них такая какая-то большая доставка по всему миру, и не все об этих брендах знают. Тоже ссылку на это вам оставлю. Еще есть такая тема духовности, да, вот многие там говорят, вот вы там своими, например, знаниями, своими деньгами, а как же духовность, туда-сюда. Очень классная тема, когда люди понимают, что в принципе это одно и то же. И в связи с этим я хочу вам как-то немножко намекнуть на это, и не то чтобы посоветовать, а просто сказать, что такое существует. Во-первых, возможно, вы это видели как-то или посмотрите. Встреча российских ученых с Далай-Ламой. Там была и Черниговская в том числе, и другие ученые, ну, с которыми я не так слежу, но я видела и лекции их какие-то, какие-то заявления, может быть, где-то, интервью иногда. То есть там тоже интересно. И интерес в том, что Далай-Лама задает какие-то вот вопросы с точки зрения духовности, а не отвечают с точки зрения науки. У Хокамады была вот прекрасная такая фраза, тоже я ее периодически посматриваю, что вот она говорит, я сделала себе татуировку, и для меня это психосоматик. То есть я верю в то, что она мне помогает, и у меня на уровне тела начинают гормоны меняться. Классная энергетика прет. То есть вы можете это посмотреть с точки зрения духовности, вроде каких-то нематериальных вещей, что ты сделал этот символ на своем теле, этот символ тебе дает энергию, он тебе раскрыл какую-нибудь чакру, и вот у тебя прет. Но ты можешь точно так же сказать, что ты себе что-то рассказала настолько, что ты вот так поверила, что эффект плацебо для тебя сработал, это точно так же работает. Какая разница, как вы это назовете? Будете вы кристаллами обкладываться, либо вы будете загонять в мозг информацию о том же мозге, о том, как работают люди, о психологии, и из этого у вас будет складываться. Другая картина мира, вы будете себя классно чувствовать, и болеть будете меньше, потому что очень много это психосоматика. Для меня вот как бы духовный такой вот стрейтфорвард подход не совсем работает, когда нет достаточной информации, это в голове где-то все равно не складывается в картинку. И вот здесь тоже еще одна такая вещь, которую я не рассказывала, это карты каузального интеллекта. Есть еще такая волшебная леди, Жанна Завьялова. Она психолог, она бизнес-тренер, она владелец бизнес-тренингового центра. То есть женщина, которая с материальной точки зрения себя обеспечила, в общем-то, как она говорит, ну как бы до старости уже, она в принципе может не работать, то есть у нее достаточно денег. При этом она это не может остановиться, она занимается психологией, она идет на стыке как раз-таки вот духовности и психологии, и бизнеса даже, денег. Учится у индусов, приводит эту тему с семью уровнями, то есть она чакры переводит на бизнес, объясняет это другим людям. И вот из этого получается карта каузального интеллекта. Мы слышали про эмоциональный интеллект очень много, мы слышали про IQ, да, intelligence equivalent, ну как бы просто интеллект в плане решения жизненных задач. Ну, кстати, с IQ-тестом там тоже не все просто. Если вам любопытно, узнайте, кто его создавал, с какой расистской целью, и то, что этот тест на самом деле ничего не означает. Треть, карта каузального интеллекта, то есть они созданы психологом. Она сейчас пишет, насколько я знаю, докторскую диссертацию относительно вот тех открытий, которые она сделала благодаря и каузальному интеллекту, еще каким-то вещам. Она говорит и о гормонах, о том, что твоя эмоция – это гормоны. Ну, естественно, это не только она говорит, да. Если вещи какие-то совпадают у многих людей, это значит правда. Тут стоит в это покопаться и тоже еще составить какое-то свое мнение. И я рассказываю подробности об этих картах. Почему? Потому что здесь как раз вот тоже, когда есть эмоциональные моменты, ты вроде как-то не можешь ничего-то понять, о что оно происходит. Нужно успокоиться, убрать вот эти вот гормоны, чтобы они вышли там за 12 минут из вашей системы, и уже мозг более чистый для восприятия информации. Потому что если есть гнев, ну, что ты можешь себе или другому доказать, когда у тебя есть гнев. Здесь ты выбираешь, ну, какое-то количество карт. Карты каждая имеет свой оттенок, то есть свой уровень. И она, например, вот ревность описывает или жадность, лидерство, вот все вот это. Причем, что описания, они как эзотерические, духовные, так и очень-очень жизненные. То есть вы прям сразу можете это применить к себе. Это не то, чтобы там нужно надо всех простить. И вот простить всех, надо быть добрым. На самом деле, если так вот во все это посмотреть, то прощать нужно далеко не всех и не со всеми нужно иметь отношения с теми людьми, с которыми вы не хотите общаться, с теми людьми, которые вы считаете, что они как бы токсичные люди для вас. Не стоит с ними общаться. И тут есть момент упрощения, уплощения, когда вы просто делите всех на нормальных и дебилов и очень быстро кого-то записываете в дебила. Вот это уплощение. Об этом Курпатов много пишет. А есть такое, что вы понимаете, что вы другого человека переделать не можете. Вы очень разные. Вы, может быть, даже попытались быть друзьями или еще как-то попытались быть добрыми коллегами, но у вас не вышло. То есть единственный способ это каким-то образом какую-то москитную сетку повесить. И как бы, ну, вы там ходите, мы здесь ходим, мы не пересекаемся. Здесь есть карта каузального интеллекта. Я только это зачитаю. Если вам стало интересно, это и игра, которая реально проходит, ну, психологическая игра в группе и по скайпу. И лично они как-то встречаются в разных городах. Там тоже есть игра техники. И вот эти карты для личного использования. Они, кстати, на английском тоже есть. Я даже вот в подарок тоже брала тем, кто на русском не говорит. Зачитываю. Знание истины и понимание правильных средств воплощения ее в повседневной жизни таковы характеристики каузального интеллекта. На самом деле там все расписывается чуть ли не по формам. То есть у всего этого есть подтверждение. Не все было измерено в лаборатории, потому что мы еще далеко не все умеем измерять. Но некоторые моменты в жизни, в осознании они проще проходят, когда вы что-то отпускаете и не зацикливаетесь на этом. Кузальный интеллект. Во-первых, знать о том, что это есть, что это было придумано в России, русской леди. Если дальше пути об этом слышать, то это вот именно оттуда и пошло. Мне кажется, это прикольно. И в принципе, если у вас более такой научный мозг, более логичный, вообще серьезно просто отметаете вообще все, что связано с духовностью или еще с чем-то и где-то на середине даже не готова встречаться, то, наверное, это не для вас. Но я просто могу сказать, что бизнес-люди, очень богатые, мягко говоря, люди, как бы мыслят часто нестандартно. И вот такие подарки я получаю обратную связь о том, что это было интересно. Есть еще важный момент, когда что-то делать, обычно делать это по паттернам. Вот какие-то новые вещи, если вы особенно как-то очень на одной теме зациклены, вот новые вещи, которые помогают вас выбить из привычной колеи, они невероятно классно развивают мозг. То есть, когда вы очень быстро делаете о ком-то выводы, делаете о чем-то выводы быстро, не взвесив разные стороны ситуации, у вас не полная картина реальности, и это создает просто повод для большого количества ошибок. Когда вы выходите из дома, и у вас вот кто-то вам нарисовал карту, это одно дело, а другое дело, если у вас Google-навигатор с собой, вы меньше делаете ошибок, вы быстрее добираетесь туда, куда вам нужно, и это вот все, вот это видео, и все эти источники, о которых я сегодня говорю, это все только об этом. Потому что вы будете меньше субъективно испытывать чувство страдания, вот именно ваше субъективное, настоящее, но нет, но вот личное. Будете меньше страдать, и будете лучше понимать, что происходит вокруг, быстрее достигать своих целей. И, кстати, понимать, что у вас за цели. У меня здесь есть небольшой списочек, я про него пройдусь, что-то у нас уже будет полегче. Во-первых, про Рика и Морти, я вам как-то писала о том, что не понимала, почему он такой культовый, и на самом деле, действительно, очень крутой сериал, и они очень классно обыгрывают многие моменты научные. Кот Шрёдингера, это просто малое толико всего по поводу того, что мы живем в симуляциях, и все вот эти вот вещи, очень круто. Естественно, что если вы не приемлете черный юмор, и нецензурную лексику, то, наверное, мультсериал отражает современную действительность в легкой, недепрессивной форме. Также хотела вам рассказать про POD 101, POD 101. То есть, если вы изучаете какой-то язык, очень классный ресурс, я его знаю уже очень много лет, и как-то я и покупала подписки на то, чтобы аудио их слушать. И там есть и бесплатно много чего, можно какие-то уроки бесплатно слушать, там и native speaker, то есть, те, кто говорят на языке как на родном, и человек, который говорит на английском языке. То есть, все через английский. Если вы не English учите, а еще какой-то, зная English, вообще идеально. Более 30 языков, и бесплатно можно подписаться на слово дня. Каждый день будет приходить новое слово вам на почту, как оно пишется на том языке, который вы выбрали, картинка. Дальше можно будет пройти и послушать, как native speaker говорит на этом языке фразы с этим словом. Невероятно вообще круто, и рекомендую. На русском языке интересную лекцию о кофе. Я смотрела кофе взгляд токсикологом. Очень классно. Это там человек, который имеет медицинское образование, как бы из медицины он перешел в журналистику и стал таким, как бы, ну, медицинским журналистом. И он интересной лекцией тоже читает. Вот про кофе было мне тоже очень интересно. Ссылки вот на это тоже я все оставлю. Также уже не первый раз вам говорю, но буду повторять. Еще переводите все ваши девайсы на теплый свет. Голубой свет это то, что вот, ну, сейчас доказывают все больше исследованиями, что это влияет плохо на глаза. По себе, что могу сказать, когда переводишь все на теплый свет, а для этого есть отдельные программы, либо можно, вот настройка в телефонах, в ноутбуках, везде, в сети экрана можно перевести на теплый свет. Когда переходишь на теплый свет и потом вдруг резко видишь у кого-то голубой свет, вот этот вот яркий голубой свет, глазам реально становится больно. То есть, действительно, привыкаешь к этому агрессивному воздействию на глаза голубого света и уже не замечаешь. Поэтому попробуйте это больше к здоровью. Может быть, в будущем что-то нам новое об этом скажет, но пока вот только переводим на теплый свет, от этого становится лучше. Также на русском очень классная лекция вообще для широкого круга аудитории. Это Александр Филоненко. Насколько я знаю, так нужно произносить. Лекция про Данте и желание. Он вообще шикарный рассказывает про Данте. И я, на самом деле, никогда не знала, что там столько всяких глубинных моментов, начиная с самой биографии Данте. И божественная комедия это сложное произведение, для которого реально нам нужен интерпретатор. Ну, по крайней мере, мне. Вот с интерпретацией, когда кто-то это как-то вот раскидывает, раскладывается на невероятное количество деталей, это становится понятней, вкладывается в привычную повседневную картину мира. Так что тоже рекомендую, ссылочку внизу оставлю. И про Хакамаду я уже говорила немножко. Из последнего, что смотрела, это не очень новая лекция, потому что я тоже как-то иногда смотрю, иногда сколько-то лет вообще ее могу не видеть. Я читала книгу, ее дал в жизни, когда она еще вышла, это было очень давно. Интересная. И заслужила внимания, но я думаю, что на тот момент, я не знаю, как сейчас, насколько она будет актуальна, но тогда мне очень понравилось. Вот она как только вышла, я даже жила уже тоже в другой стране и попросила, чтобы мне привезли. Это было такое интересное чтиво. И вот в качестве какого-то примера, то, что хочу вам порекомендовать, лекции самоидентификации в условиях турбулентности. Это про сегодняшний мир и именно про Россию. Но даже если вы живете не в России, моменты перезагрузки, вы выключаетесь, а потом включаетесь. Тоже вы могли об этом много у кого слышать. Потому что, опять же, как я говорю, информация вся пересекается. Но у нее это тоже достаточно интересно. И прежде чем я перейду вот к таким совсем нескольким моментам, чтобы мы уж там не думали, что там только чтение книги, какие-то сложности, интеллектуальные объекты, сейчас немножко про игрушки, про киношки тоже пару слов скажу. Скажу такого сложного прям чувака, реально сложного, но он невероятно интересный, если вы speak English. Но его лекции, насколько я знаю, есть на русском переведенной Джордан Б. Питерсон. Он практикующий психолог. Он как-то вот психолог, психоаналитик, он философ. Это человек, от которого я узнала, за что иностранцы, за что вообще можно любить Достоевского, Толстого, как Солженицын повлиял вообще на весь мир. То есть я в школе это проходила, но мне это так не рассказывали. Я в шоке от того, насколько человек вот это глубоко все переработал через себя. И он это все подает как курс personality. И каждый год он ведет этот курс, он записывает видео и выкладывает. То есть на его канале можно это увидеть, посмотреть. И невероятно крутые тоже лекции есть. Объяснение психологических каких-то моментов на примере мультика Король Лев. На самом деле классный лектор, но он иногда такой глубокий, тяжелый. И по поводу этого тоже есть важный момент, особенно если до Курпатова не доберетесь до книжек, что инфо надо дозировать. И вы должны дать себе время, когда вы отключены от всего, чтобы она там переварилась. Иногда он как-то вот столько накладывает информации, а если у вас есть еще какой-то ну как бэкграунд, вы уже к этому подготовлены, то туда может лечь гораздо больше. Поэтому когда он мне говорит, что пересматриваете видео два, три, четыре раза, я это понимаю, я тоже так делаю. Потому что первый раз у тебя какой-то маленький слой, сверху еще один, сверху еще один, и потом полностью дыра закрыта, все это становится ровным. Вот иногда даже какой-то маленький кусочек информации получишь, нужно время, чтобы его переработать. Джордан Питерсон, он и легкий, и такой тяжелый одновременно. Но на русском, насколько я знаю, тоже есть какие-то лекции, так что посмотрите курс Personality. Ну и с последнего, естественно, что за это время там какое-то количество сериалов, фильмов я смотрела, в меньшей степени сериалов, как-то времени на это не было. Но вышел, уже как-то начинает выходить серия за серией последний сезон Теории Большого Взрыва. Там, естественно, так же все еще уморительно смешно каждая серия, но стюардессу уже пора закопать. Они уже пошли там вот на эти круглятемы женитьбы детей, что у всех это вот все. Я уже даже не знаю, чего нового они там могут привнести. Но крутой сериал, сейчас он как раз вышел буквально недавно, я еще не досмотрела до конца. Сорви голова третий сезон. Первый сезон был чудесный, совершенно волшебный там был Кинг Пин, совершенно волшебный Винсен Донуфрио, как он это все сделал. И он вернулся. Офигенный, объемный, невероятно сложный злодей. И вот в Мстителе Войны бесконечности там вот вроде был вот этот вот сложный Танос. И вот если вам показался сложным, интересным Танос как герой, то Кинг Пин в русских мультиках про Человека-паука он был амбалом. Он тоже покажет вам невероятно сложным, интересным. И хотя как бы и третий сезон я вот так вот вижу это, да, и второй очень сильно проиграл первому сезону. Но все равно это на фоне того, что есть и было среди Марвел и среди сериалов на Netflix это лучшее. Совершенно лучшее. Местами я прям настоящие удовольствия получаю от этих вот схем, которые Кинг Пин проворачивает. И как вот все это они снимают, они действительно имеют возможность там поиграть с камерой, и с фокусом, со всеми остальными. И продолжать тему комиксов тоже немножко про Человека-паука, хотя Веном это не Человек-паук. Он там как бы одно время и в каких-то вселенных он мог быть Человеком-пауком еще сверху костюма где-то не мог. Но Веном это было открытие такое в плане того, что все говорили в критике, что дурацкий фильм, идиотский. Сам Том Харди сказал, что лучшие 30 минуты с фильмом вырезали. Я с удовольствием посмотрела, мы даже два раза ходили. в теме комиксов для тех, кто не в теме комиксов, кто любит фильмы про супергероев, суперзлодеев и тех, кто не любит. Это просто смотрибельный, классный фильм, где Том Харди на первом месте и то, что остальные актеры какие-то не очень внушительные, так скажем, они играют каждый свою роль и на фоне все вместе выглядит очень круто. Поэтому я вот вместе со зрителями, которые пальцы вверх, и они двойной бюджет уже собрали за этот фильм, поэтому следующему фильму точно быть. невероятно классный. И при этом в нем нет чего-то такого сложного особенно. Но, как мы уже говорили, если у вас там что-то тикает, сложное вы всегда найдете. Когда ставите своему мозгу какой-то вопрос, он находит ответы везде, он пытается это прокрутить, найти ответы везде. Немножко пара сложных таких фильмов. У меня есть Бро институтский, который месяц в фильмах, так можно сказать. И вот он мне сделал список фильмов, которые надо посмотреть, и первые два это был Сикарио 1 и 2. Мы с мужем с удовольствием посмотрели, хотя я даже не думала, что мне будет это интересно. Тема не совсем как бы моя там, но если копнуть в то, как это работает, как там Джош Бролин, Бенисио Дель Торо, как это все сыграно и в первой части, и во второй. То есть, если две посмотреть, что это две разные истории, это очень здорово. Фильм действительно классный. Почитайте описание, если захочется, посмотрите Сикарио 2. И Великий Уравнитель был второй, Эквалайзер. И что в тот раз я думала, что в первой части неправильный перевод и дурацкое название. И сейчас, так думаю, интересный фильм, интересный концепт. Вильм тоже заслуживает внимания, потому что он как бы и социальный, и психологический, и там есть драчки, причем такие крутые, все так поставлено, и тема как бы закрывания каких-то дверей, открывания новых. В общем, есть что посмотреть, и даже местами есть над чем подумать. В общем, тоже такой Эквалайзер обратительного внимания. И за последнее время с первого видео такого прошло очень много времени, две игры мне понравились, и на самом деле особенно я больше ни во что не успела поиграть. Это вампир. Она достаточно интересная в плане того, что это РПГ, я люблю такие игры, там всякие способности, мы прокачиваем героя. Это Англия, это момент спэнш-инфлюенция, и главный герой доктор, он должен принимать решение, кто умрет, кто выживет, и в зависимости того, что ты примешь, ты останешься либо одним, либо другим, и это сложно объяснять, потому что это похоже на объяснение вообще всех игр в данном жанре, но действительно мне игра понравилась. Она не занимает много времени, там можно даже успеть ее пару раз пройти и посмотреть, как повлияют другие решения на ход игры. В общем, в этом есть интересы, и квесты такие прикольные, частично можно даже как-то историю посмотреть, как там что было, ну и естественно, что самая большая, огромная премьера этой осени это Assassin's Creed Odyssey. В прошлом году это было 80 часов где-то игрового времени, в этом году уже 130, где-то так. Если вы фанат, я фанат уже очень много лет, каждая игра Assassin's Creed, это я выделяю на это время, это обязательно, просто я не прохожу мимо, и с огромным удовольствием погружаюсь в этот мир, в этот раз это Odyssey, и там не одна, целых четыре сюжетные линии, это каждый из которых надо будет закрывать, огромная карта, лучшая из предыдущей игры, которая была серьезной такой перезагрузкой, там птица у нас появилась уже, в этом тоже есть птица, если вы в теме, если вы еще не играли, то это прям обязательно. Assassin's Creed это просто прям love forever, потому что как они это делают, чтобы там даже на фотографии, если посмотреть, насколько детально, насколько они с какой-то исторической точностью тоже это воспроизводят, потом они рассказывают, как они делали игру, и кого они из историков привлекали, что действительно это вот выглядело вот так, ты можешь представить себе, как люди жили 400-500 лет до нашей эры, в этом реально тоже что-то есть, и то, что мне невероятно нравится, вы тоже, конечно, уже догадались, но естественно, что терпение, чтобы пройти всю карту и открыть все знаки вопросиков, мне не хватает, но основной квест, он классный, в предыдущей части она какая-то была своеобразная, в плане там, как все закончилось, почему, что, как, на этой части у нас тоже было много моментов по поводу того, что не будет ли главный герой злодеем, который Темплиеров основал, это не спойлер, и может нам однажды повезет, и у нас будет фильм лучше, чем фильм с Фассбендером, который был просто ужасен, никакой он не ассасин, это было отвратительно, ну а остальные игры просто прекрасные, вот на этой прекрасной ноте давайте закончим эту инфоподборку, я не смогу делать их очень часто, потому что, на это нужно время, нужно все это отсортировать, конечно, естественно, гораздо больше информации проходит и через вас, и через меня, и чтобы выбрать такое вот самое лучшее, тоже на это, конечно, нужно время, и нужно время для того, чтобы через там два месяца, три понять, что да, действительно, вот то, два месяца назад было круто, и это то, что стоит кому-то порекомендовать, и это все на сегодня, в этом видео я могу вам сказать, чтобы вы были разумными вообще во всем, а не только в своем уходе, потому что once you got it, то есть, как только у вас появляется какая-то схема, как вы решаете проблему, делать что-то в своей жизни, она уже масштабируется на все. Спасибо, что были со мной, мы с вами обязательно увидимся, всем пока!